Что сейчас происходит в регионе, давайте узнаем вместе. В студии Артемий Заварзин. Добрый день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, завтра в большинстве домов областного центра будет отключено водоснабжение. Водоканал проведет плановый ремонт на водопроводных сетях. Отключать воду начнут с 19 часов вечера. В основном в центральных округах. На Сульфате, Экономии, в районе Силикатчиков и Талагов водоснабжение не будет приостановлено. Плановое отключение связано с заменой запорной арматуры на водопроводных сетях. Главная работа, которая будет производиться, это замена затвора диаметром 800 на станции водоподготовки, на ЦОСВ, как мы это называем, на улице Ленинградской. Этот затвор, он необходим для подключения нового водовода, который был недостроен. В народе он кольцевым называется. Возвращаться в дома архангелогородцев вода начнет уже с утра пятницы 6 октября. Мы возобновляем проект «Городская среда» на телеканале ТВ-Центр. Он доказал свою актуальность. С сегодняшнего дня и каждую среду в эфире архангельского телевидения мы будем обсуждать острые темы городского значения. И уже сегодня обсудим вопрос новых подходов, которые намерена внедрять городская администрация при уборке дорог областного центра от снега и грязи будущей зимы. Среди обязательных мер – очистка тротуаров, оперативность, минимизация пескосоляной смеси. Что изменится и как будут искать исполнителей – расспросим Михаила Краснова, начальника управления строительства и капремонта администрации Архангельска. Приглашаем жителей города принять участие в разговоре. Начало программы 18.30, телефон прямой линии 21.13.85. Долгожданное новоселье отпраздновали учителя и 215 учеников поселка Красное в Ненецком автономном округе. Здания новой школы должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году. И только спустя три года удалось завершить строительство, рассказывает Ирина Ившина. Школьники до сих пор не верят, что теперь они будут учиться в одном здании, а вторая смена насовсем ушла в прошлое. Для малышей 2-го Б первый урок – математика. Ребята удивляются. Теперь у них класс большой и светлый. Мне нравится, что просторно, много места. После школы друг другу в гости будем проходить. Теперь ребята будут учиться в одну смену. Этому рады и педагоги. Открытие школы они ждали не меньше своих подопечных. Мы учились в вторую смену. Вот в сентябре. И для второклассников для нас было не очень удобно. А сейчас все мы будем учиться с первой смены. Просторные светлые классы. Все в одном помещении. Большое спасибо за школу. Новое здание может вместить до 300 учащихся. В новой школе есть все. Просторные кабинеты, лаборантские, актовые спортзалы, новая столовая и современный пищеблог. Пока еще суматоха такая, но в целом рады. Еще не привыкли, но привыкаем. Здесь условия намного, намного лучше. Образовательный процесс должен был начаться здесь еще три года назад, но подвел подрядчик. Ситуация изменилась, когда в Красное приехал полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Он четко дал понять, в конце сентября малыши должны сесть за парты. В этот срок местные чиновники уложились. И сегодня действительно день большой, день грандиозный, потому что такой школы на селе в районе нет нигде. Это самая большая, самая светлая, самая просторная школа, самая укомплектованная помещениями. Уже точно известно, виновники столь затяжного строительства понесут наказание. Но радует то, что теперь в списке замороженных объектов Ненецкого округа одним стало меньше. Ирина Ившина, Алина Ваучейская, Игорь Тарасевич, Регион 29. Известный российский и американский журналист Владимир Познер провел в Архангельске творческий вечер. А еще дал эксклюзивное интервью нашему каналу. Большой зал в Архангельском театре драмы накануне вечером был заполнен до отказа. Некоторые зрители сидели даже на приставных стульях. При этом вряд ли можно утверждать, что вечер прошел на одном дыхании. Ведь Познер это далеко не развлекательный формат. За два часа 83-летний журналист ни разу не присел. Рассказывал интересные факты из своей биографии. С удовольствием общался с публикой. А до этого, за полчаса до выхода на сцену, в гостиной театра драмы Владимир Владимирович дал интервью Светлане Дейнека. Вот фрагмент беседы. Вы представляете телевидение завтрашнего дня? Какие перспективы? Не представляю. Только я знаю точно, что телевидение не умрет. Есть любители, которые говорят, что теперь интернет. Я смотрю в интернете. Я говорю, что все равно ты смотришь телевидение в интернете. Только вот такую картинку. И что ты там понимаешь? Я думаю, что то, что сейчас происходит с телевидением и в России, и не только в России, это развлекательность или агрессивность. Это временное явление. То есть, ну, это пройдет. А я думаю, что благодаря технике и развитию техники может так случиться, что, скажем, в квартире целая стена будет на самом деле телевизионным экраном. И надев какое-нибудь что-то, ты сможешь не только смотреть, но войти в это. Как бы присутствовать там, да? Да. Я думаю, что будет много интересного очень. Полную версию интервью мы покажем сегодня на телеканале «Правда Севера» в 17 часов и 21 час 55 минут на канале ТВ-центра в Архангельске в 19.10. А сейчас в Котлас, центральной больнице города, появилось новое оборудование. Его стоимость более 10 миллионов рублей. С какими недугами помогут справиться новые технологии? Сейчас расскажем. Современная видеоэндоскопическая система, стойкая СКУЛАП, нашла свое место в отоларингическом отделении Котласской горбольницы. Благодаря новому высокопрофессиональному оборудованию, лороперации, ранее проводимые только в областном центре, теперь доступны жителям города и района. Были проучены у нас два специалиста в интернатуре, два уже состоявшихся хирурга с опытом работы, ответственные. И после того, как они закончили интернатуру, они приступили к работе. И на настоящий момент мы пытаемся укомплектовать отделение и операционную более современным оборудованием для того, чтобы сделать работу более полноценной и нужной для пациентов Котласа и Котласского района. Цель – развивать лорпомощь на юге региона Котласская больница поставила еще в середине прошлого года. Новое оборудование позволит значительно расширить спектр проводимых операций. А главное – сделать их более комфортными для пациентов. Это высокотехнологичное оборудование позволит нам выполнять широкий объем вмешательств на полости носа, около носовых пазухов. Достаточно глубокие вмешательства, большие по объему, но при этом очень деликатные. Действительно, это система, которая долго будет служить, потому что это уже годами проверенное качество. И, соответственно, у нас нет никаких сомнений, что что-то с ним может в принципе произойти. Стоимость оборудования – более 10 миллионов рублей. Чтобы сэкономить, лечебное учреждение приобщилось к современной международной практике и взяло новую технологическую систему в аренду на 5 лет. Но аппаратура немецкого качества точно прослужит дольше, а значит, договор можно будет продлить. Внимание! На этой неделе в Архангельской области работает спецпоезд ЛДПР. Агитпоезд уже посетил десятки населенных пунктов нашего региона. Депутаты Государственной Думы готовы выслушать ваши жалобы и обращения, помогут решить ваши проблемы. Встречайте Агитпоезд 6 октября в Соливычегодске в 10 часов, в Котласе в 10.50. Подробное расписание остановок поезда на экране вашего телевизора или на сайте ldpr.ru Это новости региона, мы продолжаем. Сегодня в России отмечается День космических войск. Он установлен указом президента в 2006 году в честь запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Тогда аппарат «Спутник-1» провел на орбите 92 дня, после чего сгорел в атмосфере. День космических войск отмечают и в Мирном, где расположен пока единственный в России действующий космодром Плесецк. Здесь тоже есть своя история, которая бережно хранится в музее полигона. Первому государственному испытательному космодрому в этом году исполнилось 60 лет. Он награжден Орденом Суворова и Трудового Красного Знамени. Всего за это время здесь произведено более 1600 запусков. На орбиту выведено около 2000 космических аппаратов. Макеты многих из них хранятся в музее полигона. Космический аппарат «Светоч». Такие аппараты мы запускали в прошлом веке, в 70-е годы. Он работал для наших разведчиков за границей, для главного разведывательного управления. То есть в те времена, когда еще не было ни надежной сотовой, ни спутниковой связи, наши разведчики передавали информацию на этот космический аппарат в виде радиосигнала. Он ее записывал, а затем передавал на Землю. Всего в музее более 400 экспонатов. Есть макеты ракет, которые в разные годы запускались со стартовых столов космодрома. А весь полигон наглядно можно рассмотреть на его мини-копии. Она сделана руками служащих. На самом же деле площадь космодрома составляет 147 тысяч квадратных километров. В Саламбальской школе «Алимп» открылся новый спортивный зал. Здесь ребята смогут заниматься греко-римской борьбой, гимнастикой, а также повышать свою общую физическую подготовку. Спортивный объект полностью готов для занятий с ребятами любого возраста. Постелено специальное борцовское покрытие, смонсированы тренажеры для общефизической подготовки. Несмотря на все трудности в осуществлении этих моментов, вы смогли сделать прекрасный, шикарный подарок вместе с вашими партнерами, коллегами в лице Северо-Москового пароходства в год 80-летия Ахангельской области. В спортшколе «Алимп» сегодня занимается около тысячи арханглогородцев. Обучают ребят опытные тренеры, среди которых есть и мастера спорта. Такие новости сейчас в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова